Великого Поста 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 То есть, это ведь непростые люди, которые, знаете, где-то в каких-то корчме, в каких-то петельных заведениях. То есть, у них обычно чувства любви нет. Что такое любовь? Это жертвенность. Откуда вот у них жертвенность? Они уже растратили вот эти вот чувства. А вот жертвенность, она есть как раз у верующих. Поэтому дружите с верующими. Будет какая-либо подобная ситуация, возьмут и помогут. Также каким-то образом вытащат и перед Господом представят. Ну, это, конечно, можно еще дальше сказать. То есть, молитвы и определенный подвиг за другого также имеют исцелительные действия. Ну, это было евангельское чтение, но сама неделя называется «Святителя Григория Паломы, епископа Фессалоникийского». И перед нами невидимо стоит образ этого великого аскета Исихата и Исихаста, подвижника и святителя. В сердцевине его учения есть разбор и определение относительного тварного и нетварного о божественных энергиях и о благодати Божией. Во все времена люди стремились к богопознанию. Для христиан это особенно характерно. И получилось так, что разбирая определенные евангельские отрывки, чтения, люди старались понять или хотя бы приблизиться к сути сказанного. И возникли, иногда возникают правильные желания, человек молится и имеет правильный ключ к тому, чтобы читать книги. Мы вот прекрасно знаем, есть представители вот этих всяких харизматических сект, которые полностью по-своему ту же самую книгу читают, но при этом дуреют от прочитанного даже. То есть ключ совсем другой. Необходимо смирение, необходимы определенные качества. И в те времена почему-то возникло такое ложное толкование относительно действия, происходящего во время преображения Господня. Вот теперь вот представьте себе, вот происходит преображение Господня, свет, так называемый фаворский свет. Вот какой природой этот свет, как вот это объяснить? И поэтому были вот такие вот ложные объяснения, что это есть свет природный, сотворенный, подобно животворному для всей природы солнечному свету. А епископ Григорий в своем учении разъяснил принципы тварности и нетварности. Именно он ввел в употребление слово «актистус» – несотворенный. То есть стала возникать терминология. И вот, братья и сестры, вот это вот важно, прошу сосредоточить внимание, потому что вот эта терминология, она, в общем-то, объясняет, хотя бы дает нам возможность как-то ближе приблизиться к сути вообще вещей. Значит, нетварный только Бог. Вот нетварный от века, то есть от бесконечности, вечный. И тварные. Тварные кто? Это творение. Это люди. Это вот как мы там читали в книге Бытие, то есть там несколько дней творений. И вот это вот все, как вот все происходило. Я вот помню, даже экзамен у нас был. Я начал вот это вот все-таки с воодушевлением рассказывать об этих днях творения. И вдруг так вот неожиданно вспомнил. Первым были сотворены ангелы. Но вот сейчас не буду отвлекаться на вот эти вот все моменты, а скажу. То есть все, что мы видим, это сотворено Богом по его милости, по его любви. И получается так, что возникло такое вот ложное учение. Оно, между прочим, в те времена касалось даже Святого Духа. То есть там вообще страшные дела творились. То есть почему-то сказали, что свет тварный, то есть практически искусственный, то есть не имеет ничего общего с Богом. Просто свет появился, и все, вот как вот дневной или там солнечный свет. И то же самое началось о Святом Духе, что это тварный Дух, так же как ангелы. А ангелы Духи, Духи, они помогают, помогают, и Святой Дух помогает. И поэтому в те далекие времена было такое вот обоснование. Как может тварное помочь тварному? То есть, а зачем мы будем обращаться к Святому Духу? Зачем будем призывать благодать Божию, если это тварное, такое же, как мы? Оно нас никак не спасает, и читать его не надо. А у нас, между прочим, обязательно при литургии идет молитва Эпиклезии. Эпиклезия переводится с греческого как призыв, призывание. Мы призываем Бога. И вот как раз, возвращаясь вот к этому моменту, Святой Григорий Палома разделил, так сказать, все на отдельные порядки, и сказал, что Бог нетварный, и этот свет нетварный. Нетварный, то есть, это свет, исходящий от Бога. Я прочитаю более точное на эту тему терминологии. «Фаворский свет не сотворен, говорил он, и это и есть свет самого Бога, и благодать Его, явленная настолько, чтобы причащающимся этого света людям дать возможность его воспринять и осветиться. Не столько Христос преобразился, сколько преобразил зрение и чувства учеников, чтобы те могли видеть Христа, каков Он есть. И это созерцание есть предвкушение будущего Царства, о котором сказано, «Слава Божия, осветит Его, то есть Небесный Иерусалим, и светильник Его, Агнец». Это написано в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава, стих 23. И общеизвестного для нас символа веры, о Иисусе Христе мы читаем прежде всех век, «Света от света, Бога истина от Бога истины». То есть, опять же, идет отождествление со светом. Об этом же повествуют и евангелисты Лука, там много повествований, но вот зачитаю главу 9, стих 27. «Есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Ничто иное, как зрение Царствия Божьего в доступном для земной природы зачатке, видели на фаворе и апостолы». И поэтому явились там Христу Моисей от преисподних или от небесных, и чтобы закон и пророки поклонились Слову, ставшему плотью, и эту плоть обожившему. И теперь вот опять вот сейчас такую точную терминологию прочитаю, для нас необходимую. Вообще, христиане должны знать вот эти вот точные терминологии, потому что, знаете, я однажды вот так же готовился к проповеди и с удивлением прочитал. Есть такое высказывание святого Николая Сербского, когда он пишет там размышления в своем прологе. И он говорит, он говорит, развращенная простота и мудрство не доучит. Это, говорит, первый вредитель, или, как сказать, первый, кто идет против Христа и его Евангелия. Мы даже иногда привыкли судить о людях. Если человек какой-то грязный, чумазый, ну, значит, это вот какой-то свой он, простой. А оказывается, простота, простоте рознь. Оказывается, быть чумазым, даже когда мы учились в Словакии, был преподаватель и говорил, ну, вот, говорит, чем грязнее, чем все вот как-то замухлано, там, перепачканно, тем православнее. Чем грязнее, тем православнее. А оказывается, надо иметь определенный дар в себе. То есть, смирение – это вот не такое, что ты вот ходишь там какой-то грязный, и ничего тебя не интересует. Это как раз человек, который много чего познал, а из-за того, что много чего познал, его эти материальные вещи уже перестали интересовать. Он уже ходит, потому что знает, что у него жемчужина есть. Зачем ему ходить в чем-то особым, красивом, какие-то большие машины иметь, какие-то там что-то… Он жемчужину имеет в себе. И вот это вот познание, которое дал Господь. Поэтому ему все остальное безразлично. Он может ходить в каких-то там обшарпанных, там, не знаю, там, в чем-то простом, в простой одежде. Но знать, что вот именно у него жемчужина. А другой будет голый, но он-то не будет знать, что он голый, но будет ходить там в чем-то там в каких-то дорогих одеждах, в больших там каких-то машинах и сам себя превозносить. Но по правде он будет голый. Так вот, Григорий Палома для нашего понимания, чтобы мы эту жемчужину лучше усвоили, он, значит, ввел, или, как сказать, дал возможность правильно осознать происходящее действие. И поэтому я зачитаю конкретно эти отрывки. «Принимая благодать, мы делаемся по приобщению участниками божественной природы. Благодать – это нетварная божественная энергия, проистекающая из самой природы Бога». Знаете, епископ Калистос Варх, который был в Англии, он сказал, «Благодать – это Бог в движении». То есть, вот приходилось какую-то терминологию подыскивать. То есть, благодать – это Бог в движении, как вот он сказал. Дальше. «Мы никогда не сможем стать равными Богу по природе, но по благодати мы не только сближиваемся, но и соединяемся с Богом. По Григорию Паломе благодатью является та нетварная энергия, которую Бог дарует очищенным и освященным через молитву и подвиг». Григорий Палома, собственно, приоткрывает завесу тайны соединения человека с Богом. То есть, вот как с Богом соединиться? Вот как раз вот постоянно насыщая себя, то есть, подвигами, постом, милосердием, человек приобретает эту благодать и таким образом обожается. И вот еще хотел вот так же сказать, что именно потому, что западное богословие в своей схоластике немножко ушли и сказали, о чем мы будем призывать Бога? Он, то есть, тварное оно не может нам помочь. И поэтому у них практически в те времена, вот не знаю, как сейчас, не было молитв Эпиклезии. Эпиклезия переводится с греческого как «призывание». И вот поэтому у нас обязательно есть молитва Эпиклезия, и это центральная часть анафоры. То есть, и не только анафоры, собственно, Евхаристии и сердцевина самой литургии. То есть, если вы будете как-то заниматься этим вопросом, оказывается, что Эпиклезия есть не только в литургии, она есть практически во всех священодействиях. То есть, призвание Бога на данную там вещь, на данное произведенное действие, которое будет производиться даже от крещения ребенка. И вот я отвлекусь, скажу, что в Праге был такой случай, когда люди практически не воцерковленные, но это там, так сказать, дипломатические работники, и вот их пригласили, там вот своя, так сказать, компания, пригласили покрестить ребенка. И вот пришли люди, которые в церкви там, может быть, и не были. И вот тот человек, который мой знакомый там был, он говорит, ну вот он тоже там вот это смотрел, и говорит, в определенный момент женщина, то есть, стали явные признаки беснования. Высунула язык, говорит, вот такой язык, давай там бегать. А это все при официальных, там официальные люди, там люди перепугались. И под Яркан там бегал с крапилом, ее крапил. Мой вот этот знакомый, он с красным дипломом закончил Причевский университет. Он стоял, и вот мне вот, когда он звонил, говорит, надо же, говорит. Она ведь, говорит, стояла и не шелохнулась. Но только началась вот эта вот молитва, призыва, с ней вот это началось. Говорит, вот какая сильная молитва, что это значит. Поэтому, дорогие братья и сестры, есть реальные примеры из практики, что такое вообще эпиклезия. И насколько вот для нас важно правильное понимание всего происходящего. Вот так вот. И уж если мы о терминологии начали говорить, то скажу вам. Вот такое слово есть анамнезис. То есть, мне вот так же, в Европе это вообще вот практически вот эти все сектанты, все вот эти вот так называемые конфессии христианские. У них в представлении так, что то, что происходит у них на службе, скажем так, службе или действие, это воспоминание, которое было 2000 лет назад. Ну, вот просто так вот почитали и вспомнили. Ну, вот, ну, ой, вот надо же, вот так и так. Но по правде, по правилу и по правде, как оно должно быть, это не просто умственное переживание того, что было. Это повторение заново. То есть, у нас постоянно все повторяется заново. Вновь и вновь сам Христос накрывает трапезу. Поэтому те люди, которые не причащаются в те времена, в далекие, их даже переводили в разряд... Те, кто готовятся. Оглашенных, да. То есть, был христианин, а стал оглашенный. Почему? Потому что был в храме, видел, что Христос накрывает трапезу, он рот открывал, может быть, что-то делал, потом разворачивался и уходил. То есть, если ты на богослужбе, на литургии, причастие, братцы, это практически обязательная вещь. То есть, сам Христос накрывает трапезу. Он такой же, как был вчера, такой же и сегодня. Поэтому дает нам святые дары, а мы посмотрели и ушли. Отвернулись еще, спиной повернулись. Поэтому причастие, оно просто обязательно. Вот так вот, дорогие братья и сестры. Благословение Господне на вас, по благодатью человек любим всегда, ныне и присно, и во веки веков.